Сегодня вечером мы начнем курс под названием «Израиль. Церковь и эсхатология». Эсхатология — это греческий термин и означает учение о последних или конечных событиях. Этот курс чрезвычайно популярен в наши дни. Многие люди заинтересованы в этой теме по причине их веры в то, что суд над народами мира и возвращение еврейского народа в землю израильскую указывает на время возвращения Иешуа. Поэтому мы живем во времена чрезвычайной спекуляции. И некоторые люди даже думают о том, чтобы установить дату возвращения Господа. Однако тема последних дней намного больше и важнее, чем просто определение даты. В действительности тема эсхатологии вовлекает все наше понимание новозаветной теологии. Или иными словами. Писания Нового Завета пропитаны эсхатологией. Во время обучения в колледже я скептически относился к предмету эсхатология. Я думал, что разные люди по-разному понимают время возвращения Господа. Существуют разные идеи о том, что случится в конце времен. И я думал, что если у человека была своя точка зрения, которой бы он четко придерживался, то это просто указывало на его необразованность. Потому что если бы они принимали все существующие теории эсхатологии, то они стали бы такими же скептиками, как и я. В то время мой духовный отец дал мне книгу по эсхатологии. Она была написана одним ученым, изучавшим Новый Завет. Возможно, самым величайшим ученым, исследующим Новый Завет в североамериканском евангельском мире за последние 50 лет. Автора книги звали Джордж Лед. Название его книги «Благая весть Царства». Итак, я прочитал эту книгу. И ко мне начало приходить понимание. Я убедился в том, что эта книга была истинным отображением теологии Нового Завета. После прочтения этой книги я смог продолжить свои изучения и проникнуть в суть многих вещей. После этого я написал книгу. Я показывал ее вам вчера. Книга названа «Израиль, Церковь и Последние дни». Я хочу сказать, что эсхатология представляет собой область угрозы. Потому что предлагается так много различных точек зрения, которые не полностью основаны на Писании. Люди вырывают места Писания из контекста, после чего заставляют нас поверить в то, что пришло время переселяться в страну или продавать все наше имение или же они устанавливают дату возвращения Ишуа. И Писание говорит не делать нам этого. Это подводит нас к одному из самых важных измерений толкования Библии. Мы верим в два существенных момента в понимании Библии. Дух Святой и контекст. И я говорю это снова и снова и снова. Дух Святой и контекст. Дух Святой и контекст. Дух Святой и контекст. Что же я подразумеваю под контекстом? В Библии существует много отрывков. И эти отрывки называются текстами. И мы говорим о библейской теологии как о толковании текста. В чем же значение текста? Как Бытие 3 глава. Или Бытие 15 глава. Или Матфея 5 глава. Или любого текста. Или притча о блудном сыне. Это написано в Луке 15. Как мы должны толковать текст? Первое правило следующее. Значение текста соответствует намерению и цели того, что хотел сообщить автор. В отношении Библии мы верим, всегда существует два автора каждого текста. Писатель. И Дух Святой. И то, что стремится сказать Дух Святой, это то же самое, что стремится сказать и автор. И мы сможем понять, что стремился сказать автор, если будем знать, кому он писал. Контекст связан с определениями и понятиями. Так, как их бы понимали во времена написания самим автором. Слова, определяемые культурой, в которой они использовались. Концепции становятся понятными в культуре, которой они присущи. Поэтому, если мы хотим понять текст, например, мы должны сказать, как в первой главе Римлянам. Кому писал Павел? Как Павел истолковывал свой текст? Что он пытался сказать? Павел писал по-гречески. Поэтому мы должны спрашивать, каковы значения слов в греческом языке? Изучение греческого языка – это предпосылка перевода на другие языки. И после перевода следует библейское толкование значения текста. Что же Павел имел в виду? Но только греческого языка недостаточно. Так как Павел писал с точки зрения концептуального представления, которое также было и еврейским. Именно поэтому нам нужно изучать не только греческий язык, но и еврейские понятия, которые присущи посланиям Павла. И это значит, что нам нужно понять иудаизм первого столетия, который отличается от раввинистического иудаизма более поздних веков. Павел использует концепции в первой главе римлянам. Он использует концепции творения, показывающие Бога. То же есть и в раввинистической литературе. Также он использует идею того, что люди, не принадлежащие Израилю, язычники, понимают что-то из закона. Мир римской империи также отражал эту идею. Была идея Бога и в стойческой философии. И в 17 главе Деяний Павел цитирует стойческих философов. Поэтому, вероятно, Павел понимал согласование еврейских и римских понятий первого века. Он писал римской аудитории, но также учитывал евреев, живших в Риме. Поэтому мы видим контекст для понимания. И этот контекст можно найти в языке. Давайте запишем некоторые из этих моментов. Язык связан с определениями терминов или слов в то время, когда они использовались. Второе правило. Концепции определяются культурой, в которой они использовались. И эта форма очень важная предпосылка. Также существует понимание грамматики. Грамматика помогает нам понять концепции, предложения и параграфы. В истории теологии это называется грамматическая историческая интерпретация. И я посвящен грамматической исторической интерпретации. До того, как применять текст, мы должны понимать его значение в соответствии с его первоначальным смыслом. Понимая предшествующее применение. Есть еще что-то очень несложное. Когда мы читаем стих из Библии, то нам необходимо понимать его в контексте всей главы. А главу необходимо понимать в контексте той книги Библии, в которой она находится. И мы находим, что в Библии есть разные концептуальные модели. Итак, для примера. Образ мысли или концептуальная модель в Евангелии от Иоанна очень отличается от образа мысли или концептуальной модели Евангелия от Матфея. Они не противоречат друг другу. Они взаимодополняемы. И до того, как согласовать стихи Евангелия от Иоанна со стихами в Евангелии от Матфея, хотелось бы вначале понять образ мышления Иоанна. Теология Иоанна – это особое понимание в сравнении с теологией Матфея. И мы постигаем различные грани понимания от каждого из них. Вероятнее всего, Иоанн писал на фоне более близкого к иудаизму есеев первого века. Кто из вас слышал о есеях? До сих пор большинство ученых верят, что есеи оставили нам свитки Мертвого моря. Тогда как Матфей, наверное, писал с точки зрения как есеев, так и фарисейской концепции. Возможно, он совмещал оба эти понятия. С другой стороны, Лука отображал более естественный отклик на фарисейство. И он также применяет это к слушателям из языческого мира. Кажется, что Матфей пишет явно к мессианским евреям. И когда мы это понимаем, то это нам помогает. Например, в Евангелии от Марка мы читаем о мехах для вина. Марк цитирует Иешуа в том, чтобы помещать новое вино в новые меха. Читая этот текст, можно подумать, что старые меха нужно выбрасывать. И наверняка язычники таким же образом читали этот текст. Но эта же история, записанная Матфеем, дает больше информации. Вероятно, Матфей цитирует Иешуа, чтобы исправить это недоразумение. И когда мы рассмотрим Евангелие от Матфея и от Марка, то увидим очень интересные моменты в отношении мехов для вина. Во-первых, новое вино не лучше, чем старое вино. Вы помещаете вино в мех, так что со временем оно станет старым вино. Для превращения нового вина в старое необходимо растягивающийся меха. Идея помещения нового вина в старые меха состоит в том, чтобы сохранить вино и меха. Но Матфей также вносит ясность в это, что пьющий старое вино не захочет нового вина и говорит, что старое вино лучше. Большинство евангельских верующих Северной Америки неправильно интерпретировали этот текст. Может ли кто-либо понять, почему они неправильно интерпретировали текст? Потому что большинство евангельских верующих Северной Америки думают, что для мужчин неправильно пить вино. Они пьют только виноградный сок, не перебродивший. Вы все понимаете, что когда вы идете в магазин, чтобы купить вино, не то недорогое вино, которое выпущено в 2002 году, и не вино 2001 года. Намного больше вы заплатите за вино 1995 года. И только вино 20-30 лет становится по-настоящему дорогим. Старое вино лучше. Поэтому Иешуа не говорил о том, чтобы уничтожить еврейские писания ради Нового Откровения. Он принес порядок Нового Завета. И мы должны поступать с этим соответствующим образом. И, кстати, вы можете влить старое вино в новые меха. Но основная идея здесь состоит в следующем. Новый Завет сохраняет ценность постоянной важности Моисеева Закона. Редко когда вы сможете приобрести такое понимание в евангельском мире, так как они не понимают контекста. Вы все понимаете? Если понимаете, то поднимите ваши руки. Вы видите, что контекст очень важен. Поэтому мы помещаем главы внутри контекста книги. И книги внутри контекста всей Библии. Это очень важно. Мы в мессианском юдаизме говорим о важности еврейского контекста. Например, первичный контекст в понимании Нового Завета. Это иудаизм первого столетия. И во-вторых, языческий мир первого столетия. Очевидно, контекст в понимании еврейских писаний это еврейский язык и история Израиля. В этом заключено очень важное применение в отношении эсхатологии, так как существует уже много материалов, истолковывающий текст неправильно. И люди находят в тексте то, чего не подразумевал автор. Святой Дух может использовать возможность чтения нами текста. И Он может сказать нам почти все, что угодно. Но это не является значением текста. Просто Святой Дух говорит что-то лично мне. Смысл текста — это смысл, подразумеваемый его автором. Я приведу несколько примеров. Когда мне было 17 лет, я хотел пойти учиться в колледж. Я хотел пойти в два колледжа. Вначале я пошел в очень маленький, не очень известный колледж. Затем я перевелся в более известный колледж. Поэтому спустя неделю я окончил колледж. Колледж в штате Ленойс, который очень известен в Северной Америке. Затем Евангельская школа, в которой учился Билли Грэм. И глава Палаты представителей в Конгрессе, Денис Хастерт, также является его выпускником. Но я не начал свои годы учебы в колледже там. Я начал учебу в Киннс колледж. И молился о том, куда мне следует идти учиться. Три колледжа представляли для меня интерес. Однажды я читал книгу Судей. И прочитал об одном из колен Израиля, колене Дана. О том, как 600 человек из племени Дана пошли завоевывать территорию земли. И эта территория находилась на гористой местности. Я почувствовал, что это был ответ для меня. Бог проговорил ко мне. Я подумал, что теперь я знаю, в каком колледже я буду учиться. Так как тот колледж находился на высокой гористой местности. И в нем училось 600 студентов. И в Библии говорится о 600 из колена Дана. Меня зовут Дан. 600 человек. Гористая местность. Другие колледжи находились на равнине. И там не было 600 студентов. Однако было бы глупо полагать, что книга Судей была написана только для меня. И что значение этого отрывка в контексте о том только, что я должен пойти в колледж. Вместо этого мы должны основывать доктрину на основании значения намерения автора. Иногда люди думают, что они так делают. И в этом отношении существует несколько неправильных моментов. Если вы посмотрите на контекст. Во-первых. Числа в апокалиптической литературе не предназначены для такого расчета. Это неправильное истолкование символического использования чисел в этой литературе. Контекст вызовет у вас сомнение в том, что такая интерпретация обоснована. Эти люди говорят, что мы не можем знать ни дня, ни часа, но мы можем знать год. Но контекст говорит нам о том, что день и час – это термины более обширные. Мы не должны вычислять время возвращения Господа. Но мы знаем, что время близко. В Библии содержатся определенные ключи, откуда мы можем это знать, что время близко. Вероятно, мы рассмотрим это в предстоящих лекциях. Когда возвратится Ишуа? Тогда, когда мы, как свидетели, полностью проповедуем Евангелие во всем мире. Когда церковь будет в единстве по всему миру. И когда Израиль возревнует так, чтобы открыться и принять Его. И это не вопрос вычисления. Но вопрос выполнения нами обязательства в этом веке. И только Бог знает, когда мы исполним это обязательство. Писание дает нам один намек. Указатель. Откровение об Антихристе. Даже существование государства Израиля недостаточно близко указывает на конец. Есть еще одно измерение, когда нам помогает контекст. И это, чтобы мы могли понять контекст Евангелии в отношении Второго пришествия. Это контекст разрушения Иерусалима в первом веке. Поэтому некоторые из этих ссылок могут помочь нам. Вот что мы должны понимать. Когда Иисус сказал «Род сей», там есть двойная ссылка. Во-первых, поколение периода разрушения Иерусалима в первом веке. И затем в отношении поколения прямо перед Его возвращением в конце времен. Иисус говорит «Когда вы увидите цветение смоковницы?» И люди говорят, что смоковница – это Израиль. Но на самом ли деле смоковница является Израилем в Библии? Не всегда. Как обычно Израиль представлен в Библии? Виноградная лоза. Также прослеживается связь Израиля с оливковым деревом. Потому что Израиль вечный. В контексте точно сказано, чем является смоковница. То, что настало время Его возвращения. И Ишуа говорит «После того, как вы увидите все эти вещи, тогда возьмите урок от смоковницы». Что же это за события? Просто ли становление Израиля как государства? Нет. Когда Израиль будет контролировать Иерусалим? Нет. Существует намного больше. На самом деле. Мы читаем, что будут знамения на небе, что сердца мужа будут истоевать от страха, что солнце не даст своего света, что луна превратится в кровь, что звезды упадут с неба. Все это очень апокалиптический язык, который может относиться не только к небесным событиям, а также в отношении громадных переворотов в человечестве. По причине второго пришествия Господа должно произойти намного больше событий, чтобы исполнить знамения этой смоковницы. Давайте просто прочитаем стих. Луки 21, стих 25-28 «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». Люди будут издыхать от страха и ожиданий бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу «Посмотрите на смоковницу». Стих 31 «Когда вы увидите то сбывающимся». Поэтому смоковница представляет собой все эти события и не просто становление Израиля как нации. Почему же тогда эта неправильная точка зрения была записана в книгах? Почему существуют тысячи и тысячи таких копий? И почему люди приобрели такие убеждения? Потому что они не поняли контекст в достаточной мере. Вы понимаете? Мы должны научиться читать Библию внимательно в ее контексте. Наша интерпретация пророчеств нуждается в этом. Мы стремимся доверять Святому Духу и верить, что Он покажет нам значение. И это значение будет подтверждено лучшими исследованиями ученых. Давайте теперь начнем наше исследование. Мы откроем третью главу книги «Бытие». В наше время ученые обычно говорят следующее. История творения в «Бытие» в первой и третьих главах преднамеренно эсхатологична. Почему ученые Библии говорят нам это? Потому что история творения показывает нам мечту или цель Бога для творения. И эсхатология – это не только изучение событий конца времен, но и изучение основного намерения Бога в отношении творения, и что Он будет делать с творением. Эсхатология также включает в себя изучение тысячелетнего царства, века, который придет после возвращения Господа. И включает также изучение царства вечности. История творения дает нам понимание намерений Божьего сердца. Бог творит порядок того, что мы называем обоюдное благословение. Он проводит различия между человеком, Богом, женщиной и всем остальным. Цель различий в обоюдном благословении. Бог благословен своим творением, и Божье творение обогащает Бога. Человек – венец истории Божьего творения. И он должен благословлять творение мудрой заботой о Нем. И природное творение будет благословением для человека в свою очередь. Поэтому намерение Бога – это то, что мы можем видеть в раю. Правильное взаимоотношение обоюдного благословения между мужчиной и женщиной, между человеком и природой, между растениями и животными. Все принимает участие в обоюдном благословении или обогащении. Поэтому большая часть раввинистической литературы рассматривает рай как образ нашего конечного места в будущем. Это восстановление порядка обоюдного благословения. И не только восстановление этого порядка, но качественно превосходит этот порядок, чтобы быть лучше чего-либо уже существовавшего. Новое небо и новая земля лучше рая. И смысл нового неба и новой земли укоренен в книге Бытие 1-3 главах. Однако в рае возникает проблема. Бунт Адама и Евы против Бога. Они решают восстать против порядка обоюдного благословения. Как вы знаете, Адам и Ева были сотворены для партнерства с Богом в подчинении. И это необходимо совместить вместе. Партнерство и подчинение. Уполномоченные Богом Адам и Ева владычествуют так, что дают имена животным. Им подлинно передана власть. Не для того, чтобы разрушить землю, но чтобы мудро на ней править. Но они недовлетворены партнерством в подчинении. Дьявол посредством змея приходит к ним и говорит, вы можете быть как Бог. С помощью своего собственного опыта и разума можете избирать свое собственное добро и свое собственное зло. что есть что-то лучшее, чем партнерство в подчинении. Вы можете владычествовать независимо. Вы можете быть равными Богу. И в истории мы видим печальные последствия этого выбора. Основная идея эсхатологии связана с надеждой, надеждой окончательного восстановления и чем-то следующим за восстановление. Бог позволил произойти грехопадению. И, кстати, это является поводом к одному из величайших дебатов раввинистической мысли, так же как и христианской. То, что Бог хотел, чтобы грехопадение произошло. Но это очень трудная для решения задача. И мы также знаем, что Бог позволил произойти грехопадению, так как из него Бог произведет что-то лучшее. Поэтому прямо в контексте грехопадения можно увидеть первое обетование. Эсхатология содержит множество обетований. И Бог говорит здесь Адаму и Еве. Я говорю Еве, потому что он обращается к ней. В 15 стихе И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Это первый знаменательный стих эсхатологии. В будущем семя жены поразит его в голову. Семя жены сокрушит голову дьявола. В раввинистической мысли говорится, что семя здесь означает Мессию. Во-первых, семя – это человеческая раса. Это говорит о том, что человечество восторжествует над злом. Во-вторых, семя – это Израиль. И, наконец, семя – это Мессия. Если бы у нас было больше времени, то я бы процитировал тексты из раввинистической литературы в отношении этого утверждения, что Мессия окончательно поразит дьявола. Это дает начало моделям в книге Бытие, которые я называю обетование семени. И мы видим, что обетование семени – это не вся человеческая раса. В еврейских писаниях происходит сужение фокуса обетования. Основная идея состоит в том, что голова дьявола будет поражена. В Новом Завете смерть и воскресение Ишуа – это смертельный удар дьяволу. Хотя дьявол все еще действует. В распятии и воскресении Ишуа ему был нанесен сокрушительный удар. Поэтому распятие Ишуа эсхетологично. И начинается процесс исполнения обетования в 3 главе книги Бытия. Дьявол окончательно поражен. И мы должны применить эту победу в процессе истории. Всю модель эсхатологии можно найти в одном этом стихе. Так как в поражении человека Бог дает нам слова надежды. В любом случае самое славное обетование приходит в контексте большого разочарования и неудачи. Эсхатология выражает огромную надежду в отношении будущего. Эсхатология слишком хороша, чтобы оказаться правдой. И все же это правда. И то, что мы уже прочитали в 3 главе книги Бытия, это надежда отмены грехопадения и восстановления рая. Поэтому мы прослеживаем обетование семени жены, чье семя сокрушит голову дьявола. Обетование отмены грехопадения. У нас нет достаточно времени для рассмотрения того уровня падения, который привел к потопу. Но все же человечество сохранено. Только один сын Ноя избран в качестве приемника обетования семени. И это семя сына Ноя по имени Шем. Шем – приемник обетования, от которого происходит имя Шемайт или Семит. Теперь существует очень большая проблема в антисемитах, что значит быть против семени обетования. От Сима исходит родословная линия, которая ведет нас к Аврааму. Многие люди говорят, что Авраам был избран Богом произвольно. У Бога были свои причины, которые превосходят наше человеческое понимание. Но это совсем не значит, что на это не было никаких причин даже в самом тексте. Так как Авраам – потомок Сима. Бог не избрал потомка Хама. Сим был избран, так как он проявил почтение к закону Бога и к своему Отцу. И мы знаем, что на древнем Ближнем Востоке знания о Боге были сохранены семитами. Сейчас мы называем древний Ближний Восток средним Востоком. Но в археологии он назвал древний Ближний Восток. Исходя из археологических исследований, мы обладаем некоторой информацией о том, что эти люди очень тщательно сохраняли знания о Боге. И поразительно то, что Фара, отец Авраама, уже путешествовал в обитованную землю. Нам не сказано, почему Фара прекратил свой путь туда. Но я думаю, что очень важно, что Фара шел в землю Ханаана. Я верю, что он был ведом Духом Божьим. Но он поселился в другом месте. Поэтому призвание Авраама не было чем-то возникшим само по себе, вне всякого контекста. Когда Авраам был призван, что описано в 12 главе книги Бытия, он был призван продолжить путь, начатый его отцом. У него уже были взаимоотношения с Богом, и он мог различать Божий голос. Одно из доказательств того, что родственники и предки Авраама более точно передавали знания о Боге, можно найти в книге Бытия. По причине того, что патриархи стремились, чтобы их дети брали жен своих прародителей или из своего семейства. Они не хотели, чтобы они женились с хананьянами или же с другими народами. Они хотели брать жен только из своего рода. По той причине, что они не были такими идолопоклонниками, как в среде язычников. Произошел ли какой-то уклон в сторону язычества? Да. Но мы видим, что Лаван – поклонник Бога. Также такие личности, как Иераваам. Видно людей не по линии потомков Авраама, которые также сохраняли и передавали познания о Боге от Сима. Поэтому это очень важно. Теперь мы переходим ко второму великому обетованию эсхатологии. Господь сказал Аврааму в 12 главе, «Пойди из земли Твоей, от родства Твоего и из дома Отца Твоего в землю, которую Я покажу Тебе, и Я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословлятся в Тебе все племена земные». Сразу же мы хотим понять, что призвание Авраама влечет за собой призвание еврейского народа. призвание не только ради самого Авраама. Оно – священническое призвание ради всех народов мира. Ради благословения всех народов. И мы должны понимать, что благословение для всех народов в результате отмены грехопадения и восстановления рая. Поэтому ему необходимо привести все народы в Царство Бога. И благодаря избранности Авраама Богом, читаем следующие стихи. «Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну». И в книге Бытие это включает семя Авраама. Потому что израильский народ находится в чреслах Авраама. Существует две причины такого благословения и проклятия. Первая – в контексте древнего мира. Авраам вошел в то, как мы знаем из теологической литературы 19-го столетия, что называется «Завет дружбы». Если кто-либо находится в завете дружбы, это означает «Их друзья – мои друзья, их враги – мои враги». Но, с другой стороны, существует вторая причина благословения и проклятия. Если ты проклянешь Того, Кто может благословить Тебя, тогда ты не сможешь принять благословение, и ты будешь проклят. Основная идея 12 главы книги Бытие – через еврейский народ произойдет отмена грехопадения и восстановления первоначального намерения Бога для творения. Около ста лет назад одни скептически настроенные ученые полагали, что религия Израиля – это что-то сродни родовой религии. Это не было временным обетованием, данное людям, которые принимают откровения Бога. Но в наше время в значительной мере отказались от этой точки зрения. И началось это с книги одного человека по имени Яхум Еремияс. Он написал книгу «Ешуа, обещанный народом». Он был христианским ученым из Германии. И он снова и снова и снова показал, что в еврейских писаниях мы сталкиваемся со всемирным или универсальным обетованием. И в 12 главе книги «Бытие» обетование народом. Что говорится в Галатам 3,8. Павел говорит следующее. Что Евангелие было дано Аврааму. Книга «Бытие» 12,3 – это сокращенная форма Евангелия. Что все народы будут благословены через семя Авраама. И это прекрасная благовесть, не так ли? Очень кратко здесь необходимо упомянуть и о некоторых других моментах. Авраам становится отцом Исаака. Исаак рожден сверхъестественно. Мы находим еще один отличительный признак обетования семени. Исхатологическое обетование исполнится посредством Исаака, а не Измаила. Бог говорит в отношении Исаака в 22 главе книги «Бытие» «Возьми сына твоего, единственного твоего». И Аврааму сказано пожертвовать его на алтаре. Есть несколько очень важных моментов в этом тексте. Во-первых. Жертва Исаака – это образ жертвы Иешуа. Это несомненно. Единственный сын своего отца, который рожден сверхъестественным образом, который был принесен в качестве жертвы. Эта идея 22 главы книги «Бытие» очень значительна в иудаизме. Этот раздел Библии назван «Экейда», что означает «связь», так как Исаак был привязан к жертвеннику. События происходили на горе Мория. И в соответствии с ровнистической мыслью, это то место, где был возведен храм. Определение места жертвоприношения Исаака и храма указано в еврейских писаниях. Поэтому раввины учат следующему. Все жертвы представляют собой ценность только тогда, когда принимают участие в значении жертвы Исаака. Вы слышали это когда-либо раньше? Это распространено в раввинистической мысли. В таком случае, мы понимаем, что жертва Исаака представляет собой пророческий жертву Ишуа. Поэтому у жертвоприношений есть определенный смысл, так как они принимают участие в жертвоприношении Ишуа. И до сих дней евреи молятся «Прости нас на основании жертвы Исаака». Особенно это интересно в дискуссии с еврейскими людьми. Но в основном жертва Исаака рассматривается как заместительная жертва за наши грехи. Но раввины не желают высказывать это в дискуссии с христианами. По очевидным причинам. Так как эта концепция очень параллельна с концепцией Ишуа. Кроме этого, Авраам выступает в качестве первосвященника человечества. Поэтому его жертва Исаака – это возвращение к партнерству в подчинении. Он послушен Слову Бога вопреки собственной логике и опыту. И приводит человечество обратно к Богу. Это действие ходатайства, исполняющее завет дружбы. Когда каждый участник завета может спросить другого, что они отдают самое дорогое для себя, чтобы доказать этот завет. Авраам отдает самое дорогое для себя – Исаака. Бог отдает самое дорогое для себя – Ишуа. Я не могу это доказать. Но верю, что жертва Исаака – это действие ходатайства, которое окончательно подводит к пришествию Ишуа. И только после 14-ти векового периода храмовых жертвоприношений в Израиле, когда смысл этого предстанет перед Богом. Также мы должны заметить следующее. Исаак – это семя обетования. И что-то есть в семени обетования, отдающее свою жизнь, и высвобождающее силу для восстановления Божьего порядка. Это ключ к восстановлению рая. Адам и Ева отстаивали свою независимость и потеряли рай. Авраам и Исаак послушны Богу. И они полагают свои жертвы в послушании, приведя в движение процесс, который в конечном итоге приведет к восстановлению рая. Вы видите здесь это значение? И то, что вы уже можете найти в истории Исаака, является идеей ходатайственного представительства. Израиль в качестве священства представляет весь мир ради его избавления. Поэтому жизнь народа израильского пророческая. Во всех отношениях жизнь Израиля эсхатологична. Например, Израиль сходит в Египет и находится в рабстве. Почему Бог позволил Своим возлюбленным находиться в рабстве? Не любит ли он Авраама? Не любит ли он Исаака и Якова? Не избран ли Яков вместо Исаава? И все же Исаав не сходит в Египет и не страдает там. Но дети Израиля не сходят. Почему? Потому что необходимо, чтобы Израиль представлял собой рабское состояние человечества. И то, как он будет выхвачен из рабства и введен в обетованную землю. Это не так легко заметить в книге Исход. Но пророки говорят о Божьем исходе для всех народов. У Бога есть обетованная земля для других народов. И это проявляется в Хагаде. В Божьем сердце свобода для всех народов. Иногда это очевидно. Отцы-основатели Соединенных Штатов. Особенно Бенджамин Франклин. Развил идею долларовой купюры. Это долларовая купюра США. На которой написано «Мы верим Богу». На ее обратной стороне есть маленькая пирамида с глазом в верхней части. Некоторые люди говорят, что это масонский символ. Кто-то говорит «Нет, это символ Бога». Другие праотцы не хотели, чтобы эта пирамида находилась на долларовой купюре. Но чтобы на ней было изображение Израиля, проходящего через Красное море. Потому что эти праотцы выходили из пуритан, прибывших из Европы. И рассматривали свою жизнь как параллель истории Израиля. Прошедшего сквозь море и направившихся в обитованную землю. Поэтому отцы-основатели США усмотрели в этом рождение республики, подобно Израилю. И они употребляли текст, относившийся к юбилейному году. «Объявите свободу на земле». Они неправильно поняли применение тематики исхода? Я так не думаю. Для того, чтобы быть священническим представителем людей. Израиль должен был пройти ужасное рабство сквозь ужасные страдания. Потому что удел народов мира – страдания. И это было заместительное страдание Израиля в Египте. Затем он проходит сквозь море. Переходит на другую сторону. Мы не будем слишком много времени уделять, чтобы рассмотреть хождение по пустыне. Потом Израиль входит в обитованную землю. Обитованная земля символизирует восстановленный рай. И земля израильская символично представляет новое небо и новую землю. Первое живописное значение – идея обитованной земли. И это эскатологично. Израиль живет в соответствии с Божественной Торой. И становится пророческим образом Царства Бога. Бог хочет, чтобы Его люди жили свободно на Своей земле. Он предназначил для них свободу от рабства. И воспоминание Исхода и Пейсаха – это ходатайственное пророчество, что все народы испытают Пейсах. И что все народы войдут в обитованную землю Бога. Потому что Израиль – священнический народ, который сам сперва должен войти в обитование, до того, как народы мира смогут войти в обитование Бога. Это ближневосточный вопрос. Не только в отношении обитования Бога евреям. Вот почему происходит такая борьба. Так как это связано со всеми народами, которые войдут в обитование Израиля. Поэтому Пейсах в Исходе эсхатологичен. Это основа для понимания книги Откровения. Я хотел бы это немножко проиллюстрировать. Это поможет вам. Очень важно то, где Бог помещает еврейский народ. Легче всего это можно понять при помощи рисунка. Существуют средневековые карты, в которых Израиль находится в центре мира. Несмотря на то, что Рим – центр католической церкви, на этих картах Иерусалим находится по центру. Здесь я написал слово Иерусалим очень маленькими буквами, так что его трудно прочитать. Но это единственный город, который я здесь нарисую. К югу империя, известная как Египет. К северу еще одно великое царство – Хитеи. И к северо-востоку – Сирия. Здесь у нас Ассирия. И Вавилон. Бог помещает обитованную землю в центральном месте среди империй. И в конце концов здесь будут Рим и Греция. Израиль является центром древнего мира. И каждый, который торгует с этими империями, проходит через Израиль. Чтобы попасть из Европы в Египет, нужно пересечь Израиль. Почему? Потому что здесь находится пустыня. И это труднее, чем путешествие вдоль моря. Есть что-то замечательное в том, чтобы находиться в центре. Во-первых, вы можете передать свое послание. Вам не нужно идти в эти места. Но все торговцы и дипломаты переезжают через эту землю. Знаете еще что? Вы также очень разбогатеете. Потому что вы контролируете основной торговый маршрут. Независимо от всего остального мира, торговый мир пересекается здесь. Поэтому весть о Царстве Бога и сердце Бога, вмещающее все народы, распространится, если только Израиль будет верен Торе. Завету Израиля с Богом. Поэтому это замечательная возможность. Но знаете что? Это опасно. Потому что египтяне говорят, мы бы хотели контролировать эту землю. И мы бы хотели пользоваться преимуществами торгового центра. И вавилоняне, и сирийцы, и ассирийцы тоже говорят. Мы бы хотели контролировать эту страну. И когда Александр Македонский приходит из Греции, он говорит, я хотел бы контролировать эту землю. Каждый завидует твоей земле. И это не очень хорошо. Если бы Бог хотел только благословить Израиль и все облегчить, то это не было бы обетованной землей. Обетованная земля была бы здесь, в Новой Зеландии. Никто нас там не побеспокоит. Она посреди океана, далеко от всех. У меня есть друзья в Новой Зеландии. И некоторые из них думают, что это обетованная земля. Давайте представим, вы находитесь на одной встрече, и какой-то пророк вызывает вас из толпы. И говорит, о, в отношении вас есть что-то чудесное. Говорит о вашем призвании, о том, что вы будете делать для Бога. Будьте осторожны. Потому что пророк обычно не говорит, через что вам придется пройти ради этого призвания. Апостол Павел писал, что Бог показал не только то великое, что он будет делать, а также то, сколько ему придется пострадать. С великим призванием всегда приходят большие страдания. Я знаю, что это так не популярно. Но Царство Божье расширяется через страдания. Понимаете? Поэтому это возможность для славы и страдания. Что должен делать Израиль? Что это за маленький народ? Каждый хочет захватить Израиль. Может быть, он вступит в союз с Египтом, и у него будет хоть какая-то защита. У него будет хоть какая-нибудь автономия. Или же Израилю следует вступить в союз с Сирией или Асирией. В большей части пророки отображали эту проблему. Бог говорит Израилю в Торе. Не вступайте в союз с иноплеменниками. Потому что заключение союзов в те времена требовало признания богов друг друга. Затем Израиль говорит, как же мы тогда сможем устоять против могущества этих империй? Что мы можем сделать? И Бог говорит, «Моя слава будет обитать среди вас, если вы будете доверять Мне, если будете соблюдать Мой закон, то один прогонит тысячу. Двое прогонят десять тысяч. И я сделаю тебя главой, а не хвостом». И это был вызов веры. То, что обычно Израиль не способен был принять. Были исключения. Но Израиль не следовал этим заповедям. Но это был небольшой образ обитованной земли. И отображение сердца Бога по отношению ко всем народам. Мы знаем из Писания, что Бог заботится обо всех этих народах. Бог пророчествует, что даже Египет однажды будет благословен. Будет благословлена и Осирия. Каждый будет поклоняться Богу. Этого еще не произошло. Некоторые люди говорят, что Египет и Осирия будут благословлены по той причине, что они арабы. И что они потомки Авраама по линии Измаила. Но это не совсем правда. И среди этих народов есть арабы. Но прежде всего эти народы состоят не из арабов. Эти народы существовали уже до арабов. Они существовали еще до того, как родился Измаил. Вавилоняне не были потомками Измаила. Египтяне не были потомками Измаила. Следует заметить очень интересный факт. Эти народы присоединились к Измаилу. Эти народы присоединились к Измаилу. Духовно. В своем отождествлении. Или можно сказать, они были привиты к Измаилу. Как часть Божьего намерения благословить их. И в христианском мире мы читаем, что они привиты к Израилю. Чтобы спасти, все эти народы должны быть привиты к Израилю. Церковь – это учреждение, которое привито и соединено с Израилем. Но она об этом не знает. Благословение исходит от того, с кем ты солидарен. Из отождествления себя с Измаилом приходит определенное благословение. Но намного больше благословений в отождествлении себя с Иешуа. Это неправильно – отождествлять себя с Иешуа без отождествления с Израилем. Когда вы отождествляете себя с Иешуа, вы отождествлены с Израилем. Кто он такой? Царь Японии? Нет, он царь Израиля и царь всего мира. Но сперва он Мессия Израиля, правящий из Иерусалима. Поэтому вы видите, что это пророческая картина. Пророческая картина в процессе. Мы видим, что обетование семени отождествляется не только с народом Израиля, но и с царственным родом Израиля. Царственный род Израиля через царя Давида. В седьмой главе второй книги царств Бог дает удивительное обетование Давиду. Обетование вечного царства. Читая это, мы можем сразу же подумать о Мессии. Потому что Бог сказал им, как Он благословит Своего Сына. И Он говорит в одиннадцатом стихе. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом, И затем стих двенадцатый. Когда же исполнятся дни Твои, и ты почаёшься с отцами Твоими, то Я восставлю после тебя семя Твое, которое произойдёт из чресел Твоих, и упрочу царство Его. С первого взгляда можно подумать, что здесь говорится о Мессии. Я утвержу престол царства Его навеки. Несомненно, раввинистический иудаизм видел в этом мессианский подтекст. Но милости Моей не отниму от него. Соломон строит храм для Господа. Он правит над Израилем. И в дни Его правления царство Израильское усиливается. Библейская картина. Израиль становится самой могущественной нацией во времена правления Соломона. Но Соломон не Мессия. Трон Давида вечный, но отдельные цари, исходящие из чресел Давида, не вечные. Итак, возникает следующий вопрос. Будет ли это один царь, который будет править вечно, или же это просто обетование преемственности царей? Мы знаем, что существует преемственность царей. Потому что Бог говорит о преемственности царей. «Если он согрешит, я накажу его жезлом, но милости Моей не отниму от него». Идея того, что одна личность исполнит обетование семени, не совсем ясна, вплоть до книги Исаии. И в книге Исаии можно увидеть усиление обетования. Обетование семени занимает высочайшее положение. Давайте рассмотрим контекст. Мы все еще рассматриваем отмену грехопадения. Вход в обетованную землю. В то время, когда писал пророк Исаия, было несколько царей. Он начал свое пророческое служение в год смерти царя Озии. В основном, он был хорошим царем. Но затем, в конце жизни, он совершил несколько больших ошибок. Затем последовали другие цари. Исаия пророчествует в дни царя Езекии. Чудом народ израильский освобожден от ассирийцев. Было захвачено Северное Царство. Но Царство Иуды было спасено. Несчастья и потери Северного Царства невозможно исчислить. Помните, я сказал, что пророческая надежда сияет среди мрака и отчаяния. Поэтому Исаия пишет на фоне этих потерь Северного Царства. И в этот период Северное Царство будет уведено в плен. Это великое событие, описанное Исаией. Он понимает, что Южное Царство будет, в конце концов, уведено в плен. Ассирийцы вторглись в Северное Царство в 722 году до н.э. И в 701 году до н.э. Произошло два события. Они разрушили Северное Царство. Вторглись в Южное. И осадили Иерусалим. И Исаия все еще был пророком. И он должен был поддержать царя Езекию верой. Он должен был стоять твердо и смотреть на спасение Бога. И Бог посылает болезнь. И сверхъестественно избавляет Южное Царство в то время. С тех пор пройдет сто лет, когда Южное Царство будет взято в плен. Пророчество о мессианском царе было во время этого раннего вторжения. И это царь Ахаз. И в 7 главе книги Исаии мы читаем пророчество о непорочном зачатии. Ахаз правит в Южном Царстве. Он искушаем. И думает, что вступит в союз с Сирией и Северным Царством. Сирия находится здесь, а Ассирия немного дальше. Поэтому Северное Царство в союзе с Сирией против Ассирии. Ахаз размышляет, что же мне делать? Должен ли я проявить верность этому союзу или Ассирии? Где будет лучшее соглашение? И он думает про себя. Я думаю, ассирийцы сильнее. И он хочет заключить с ними союз. Но Северное Царство Израиля вместе с Ассирией хочет совершить вторжение в Южное Царство Иуды и изменить строй. Заменить царя Ахаза другим царем, поддерживающим с ними союз. Пророк Исаия идет к Ахазу и говорит, «Не вступай в союз ни с одной из сторон, но доверяй Богу». И говорит, «Проси себе знамение у Господа, что Бог защитит тебя». И Ахаз начинает притворяться. «Я не буду искушать Господа. Не нужно мне никаких знамений». Он заставляет других поверить в свою религиозность и отказывается просить о знамении. Поэтому Исаия говорит, «Бог даст тебе знамение по-любому». И следующее говорится в стихе 7.14. «Дева во чреве примет и родит сына». Нарекут имя Ему Эммануил. Огромное противоречие. Значит ли слово «дева» — «дева»? Слово «алма» на иврите не «бетула». Обычно слово «алма» означает слово «девственница». И если разговор идет о рождении Ишуа, то это произойдет около 700 лет позже. Как же это может стать знамением для Ахаза? Головоломка распутывается в раввинистическом тексте. Я не помню сейчас талмудический текст, но я могу посмотреть эту ссылку. Но один из раввинов говорил, «Мессия уже пришел». И это был Езекия. Езекия был сыном Ахаза. И другие раввины говорили, «Нет, нет, 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 нет». И не принимали эту точку зрения. Это было бы ужасно. Если Езекия — это Мессия, тогда искупление мира уже подошло к концу. Есть ученые, полагающие, что пророчество Исаии было у сыни Ахаза по имени Езекия. Иными словами, у жены Ахаза будет сын. И это будет знамением. Потому что пока его сын будет способен различать добро и зло, Ассирия поразит этот союз Северного Царства. Возникает проблема с такой интерпретацией. Северного Царства Ахаза